МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем утром трое неизвестных стали что-то писать на борту троллейбуса. Водитель вышел сделать замечание, за что его начали избивать. В результате нападения у водителя сильная травма головы и множество других повреждений. А что означают вот эти слова, которые вы писали? А, О, Е, это что такое? Я не знаю. Это дружественное повреждение. Друзья друг к другу кричали. Я не в курсе, что они означают. А вы писали эти буквы? Да, мне стыдно, что человек побил, потому что пьяный был. Сотрудники полиции установили на счету задержанного еще одно преступление – грабеж. А вот тот грабеж, который был несколько месяцев или месяц назад, это как вы совершили? Тоже был пьяный очень. Это был грабеж где? Ну, это публиканский. Кого вы ограбили-то? Я не знаю, я был пьяный. Вы были пьяны? Вы всегда, что ли, пьяны? Я стараюсь не пить, потому что так вот влияет алкоголь. А что забрали тогда вот при грабеже? Телефон. Телефон забрали? Я знаю. А какой телефон? Да какой-то, просто телефон был еще. А как куда, продали телефон? Да. Продали-то кому? Я не помню, это давно уже было. Ну как давно было, месяц прошел? Месяц. Месяц было. Продали его, и на эти деньги жили? Незнакомый человек, да, продал еще незнакомого человека. Ага, понятно. Ну, когда проснулся, трезвый уже, поздно было. Сотрудники уголовного розыска обращаются ко всем жителям Твери. Если вы пострадали от противоправных действий этого человека, звоните по указанному телефону. Только теперь задержанные просят прощения у избитого им водителя троллейбуса. Мужчины, простите меня, пожалуйста. Я без попуток, я не хотел на самом деле этого делать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 6 августа судебные приставы по ООПДС обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области припроводили 15 иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Основанием для выдворения этих людей стали решения судов Тверской области. В ходе судебных заседаний было установлено, что все иностранцы нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, уклонившись от выезда из страны по истечении срока временного пребывания, тем самым нарушив федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Суд постановил назначить этим людям административное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Одним из направлений деятельности обеспечения установленного порядка деятельности судов с 2012 года стало принудительное выдворение за пределы Российской Федерации лиц, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционных законов. В этой связи за прошедший период было выдворено за пределы Российской Федерации более 3,5 тысяч незаконно находящихся иностранных граждан, а также лиц безгражданства. Это в основном лица из бывших республик Советского Союза, а также из таких стран, как Турция, Египет, Сирия и так далее. Эти лица были доставлены в суды по различным обстоятельствам сотрудниками органов внутренних граждан. Только за 6 месяцев этого года из Тверской области были выдворены 209 незаконных мигрантов. Процесс таков. После вынесения решений судов до осуществления административного выдворения, все иностранцы находились в специальном учреждении для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц безгражданства Тверской области, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации. За время содержания выдворяемых граждан в спецучреждении для них судебным приставом межрайонного отдела оформляются все необходимые документы и приобретаются билеты на родину. Сейчас в специализированном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц безгражданства к отъезду на родину готовится еще порядка 50 нелегальных мигрантов. Сегодняшние выдворенцы благополучно доставлены из Тверской области в международный аэропорт, откуда они улетят к себе на родину.